Вообще много таких вопросов, о которых сегодня кино и вообще телевидение практически не поднимает их очень важных. Ну не знаю, что с этим. Понимаете, в Советском Союзе все-таки были установки. Может это и плохо по-своему было, но были в этом и плюсы свои. В принципе, как бы давали, давайте делать там прорабочий класс картины. Ну, из 10 9 всегда были плохими. Но одна была всегда хорошая. Всегда попадались талантливые мастера, которые и на эту тему, вроде бы может и заказную, но делали талантливые фильмы. Понимаете, вот так это работало в СССР. И в результате сегодня понятно, те 9 картин все забыли, а там какая-нибудь одна картина остается. Если разобраться, Москва слезам не верит. О ком она? О людях труда, между прочим. Кто они там? Геогероини. Одна ткачиха, другая еще кто-то. Ну, потом стал там директором завода. Вот вам, пожалуйста. То есть, в принципе, картина, и если вы посмотрите большинство советских картин, таких популярных, там люди вообще-то, даже там, где речь идет о любви, об этом, ну, там они все равно чем-то занимаются. Это люди труда, это люди там, либо рабочие, либо там, не знаю, как в «Любовь и голуби», колхозники, или там у «Шукшина», кто там, понимаете? Ну, и надо сказать, вот это вот, в СССР-то было, в общем, такая система. Сейчас-то это, как бы, все на самотек пущено. И, в общем, в результате, действительно, очень мало имеем картин, в которых вообще какая-то реальная жизнь российская, она отражает. Действительно, у нас много интересов, смотришь даже, там, репортаж, какие-то фермеры появились, что-то люди делают, что-то там строят. Между прочим, оказывается, много чего строят. Вот этим Крымский мост, не знаю, там, смотришь, Восточный космодром построили, смотришь, какие-то корабли спускают огромные на воду. Ну, люди, знаешь, кто-то их делает, кто-то инженеры какие-то, все это рассчитывают. Но, действительно, это никаким образом не отражено в нашем, ни в кино, в общем, ни в художественном телевидении, в общем, практически это не отражено. Я, вон, там, во Владивостоке в том году был, какие там мосты построили, это шедевр. Просто необыкновенные мосты, необыкновенные. Но я подумал о том, что, ну, вот, это же какие-то наши же инженеры, значит, есть, с фамилиями, с именами, они все это разработали, придумали, рассчитали. Какие-то строители, все это там необыкновенные. Вот кто не был во Владике, я рекомендую. Это просто шедевр, гениальное сооружение. Ну, значит, есть люди в стране, которые что-то там делают головой, руками. Но, действительно, они никоим образом... Я не говорю о том, что надо делать, там, производственные картины обязательно. Но я имею в виду, что можно сделать картину и о любви, но в ней будут действовать люди с какими-то реальными делами. И мы что-то еще узнаем, помимо всего прочего. Но вот с этой точки зрения, да, наше кино, я повторяю, и телевизионное кино тоже, оно как бы... Ну, скорее, на телевидении еще что-то ты можешь, там, в сериалах, там, смотришь, какие-то реальные есть. Бывает, кроме бандитов еще попадаются приличные люди. Вот, там врачи, что-то про врачей делают. Ну, я, в общем, согласен. Что здесь делать, не знаю. Должна быть воля государства. Я думаю, что, к сожалению, в нашей стране, в сегодняшней России, все-таки недопонимают значение того, что называется идеология. То есть у нас, как бы, идеология даже не с точки зрения политической, а вообще, как бы, воспитание, вот эти моменты, культура. Культура, это же воспитание. И, как бы, мне кажется, недопонимают. В общем, в СССР все-таки этому придавали значение. СССР понимал, что надо не только, так сказать, кормить и, там, что-то еще делать, но надо людей воспитывать, давать им какие-то ориентиры духовные. И ему удавалось это делать, особенно в период расцвета, там, в 50-е, 60-е годы. Поэтому появлялись такие картины. Помните, там, как «Весна на Заречной улице». Вот вам пример. На рабочем классе, вроде бы, да, Столевары. При этом картина, которую, по-моему, мы все до сих пор смотрим и любим, и, так сказать, и человеческой, и о жизни, и о любви. И в то же время, это и замечательный мастер Мартынович Куциев, там, режиссер. Вот, наверное, ему заказали тогда, я думаю. Но вот сделал же. Продолжение следует...